привет мои люби сегодня 13 июня 110 день войны слава украине разговаривал вчера с несколькими друзьями из харькова прямо чувствуется полная полная такая я бы сказал не могу даже слово подобрать какая вот адаптация к прилетам к разрушениям к смертям к тревогам война стала буднями я могу принять это когда речь идет о людях которые находятся ежедневно под угрозой прилета демонстрации братской любви да что меня сегодня ну просто не знаю как-то так убила просто вот морально я как правило в те дни когда мы с вами встречаемся стараюсь по максимуму смотреть новости и я вам уже рассказывал о том что я стараюсь смотреть там разные источники ну украинские соответственно там тасс и реа новости российские и bbc евроньюз cnn короче говоря какие-то так новости со стороны вы знаете сегодня я послушал евроньюз и вы знаете евроньюз я вас тоже начинаю потихонечку ненавидеть у них на первом месте выбора во франции на втором референдум в италии по вопросам правосудия который над как над этими вопросами в наверно все смеялись и только на третьем месте у них война в украине то есть тот факт что ежедневно просто конкретные акты терроризма мы даже не говорим а уже даже не говорим о том что там сера в северодонецке конкретная вот война столкновения армий нет просто в мирные города прилетают ракеты ежедневно и это не новость нет новость то что определяют сколько голосов вот на референдуме сколько голосов там подпис под подписей должен собрать судья который должен баллотироваться там куда-то представляете то есть уже смерти в украине при этом они же говорят все время это чуть ли не главный лозунг вообще дипломатии всемирной о том что человеческая жизнь бесценна так что же вы не начинаете с человеческих жизней что же вы про референдумы ваши из вопросов в письмах ко мне три дня просто какая-то бомбардировками писем по поводу чумы чумы да 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 это удивительно ну вот самое классическое письмо выглядит так прочитала в одном из телеграм-каналов о том что одесские военные готовят провокацию для войск российской федерации в виде установки макета комплекса противовоздушной обороны в районе мест захоронения жертв чумы дабы если попадет ракета в это место мы могли обвинить россию в возникновении биологической опасности на территории одессы не знаю в чью больную голову могла прийти такая мысль мало было нам короны войны возможности взрыва аэс и так далее так вот вопрос к вам какова вероятность если вдруг попадет таки ракета вместо захоронения жертв чумы что будет новая эпидемия собственно я сразу могу сказать что подобные мысли они могут возникнуть в принципе только в голове людей которые в принципе не учили биологии в школе и которые примерно также воспринимают всякие истории про биологическое оружие в украине про вот эти вот те разговоры про разработку биологического оружия в украине для человека у которого есть ну просто среднее образование по биологии вызывают просто смех ну потому что это какое-то издевательство над здравом смысла но поскольку чума вас страшно всех взволновала то я вам отведи рассказываю про чему последняя эпидемия чумы в одессе была в 1902 году в 1902 то есть 120 лет назад то есть реально кому-то могло прийти в голову что чумная бактерия живет в почве в местах захоронения 120 лет и ждет того часа когда одесские военные поставят прямо на вот этом месте макет какого-нибудь оружия вот 120 лет еще раз смотрите когда где-то в сибири там где вечная мерзлота есть вспышка оспы условно и людей хоронят на кладбище то есть хотя бы теле теория то есть если людей холл хоронят в вечной мерзлоте то есть какая-то теоретическая возможность вот разморозится этот вирус далее но здесь речь идет о бактерии источником резервуаром естественным чумы являются грузуны всякие там суслики байбаки и так далее и так далее иногда этими источниками становятся мыши крысы и тогда мыши крысы которые бегали по кораблям становились источниками причиной вспышки чумы в портовых городах и одесса не исключение блоха кусает мышь потом это же блоха перепрыгивает на человека кусает человека человек заражается человек заражает всех остальных вот какой механизм чумы чумная бактерия оказавшаяся в почве погибает все тема закрыта поэтому с точки зрения возможности чумы это абсолютная чушь опять-таки вы должны знать что чума в двадцать первом веке лечится несложно лечиться достаточно дешевыми антибиотиками такими как тетрациклин левомицетин цифрофлоксацин то есть короче говоря никаких проблем даже там где сейчас есть природные очаги чумы там в некотором в конго и так далее и так далее там даже там сейчас смертность не превышает 10 процентов среднем 7 процентов но факт но на самом деле чума очень показательный момент есть болезнь против нее есть оружие там цифрофлоксацин тетрациклин которая в мире реально не в дефиците есть совершенно другая чума чума которая называется рашизм против нее есть оружие в мире много этого оружия это оружие это чума рашистская убивает реально людей сейчас сегодня вчера уже три месяца ежедневно сотнями убивает людей детей всех убивает понять и есть противоядие против нее реальные антибиотики реактивные системы залпового огня зенитные комплексы и они рассуждают давайте поговорим про референдум воде в италии это крайне актуально это сейчас для нас всех важно у италии у это провела бы италия референдум защитить небо над украиной или нет а лучше не проводили а просто дали системы чтобы не убивали здесь на ровном месте людей чума эта тема была актуальна для там для средневековья но в крайнем случае для девятнадцатого века в двадцатом веке уже чума не актуальна понимаете в двадцатом веке стал актуален рашизм но рашизмом переболела мы думали что фашизмом человечество переболела в двадцатом веке нифига есть крыса источник понимаете это крыса перебежала из двадцатого века в 21 и заразила уже огромную страну заразила огромную страну да в этой огромной стране есть люди с врожденным иммунитетом к этой чуме и они сопротивляются и вот по поводу вот этих сопротивляющихся чуме людей с врожденным иммунитетом с пониманием правды да идет активная дискуссия и эта дискуссия идет в нашем обществе Эта дискуссия называется «Есть ли хорошие русские?». Я вообще этого не понимаю, если честно. Есть. Однозначно есть. Более того, я сейчас должен честно сказать, что мы все, и я лично, когда обращался к россиянам в начале войны, мы однозначно недооценили уровень зомбирования населения и уровень репрессий. И я считаю, что было абсолютно неправильно обвинять людей в том, что они не вышли на площади. Выйти на площади россиянам, это как выйти перед пулеметами-восвенцами. Понимаете? Это как броситься под танк. Поэтому могут ли они сделать что-то? Однозначно могут. И мы видим тысячи людей, которые реально что-то делают. Мы все должны понимать. Я сейчас вам прочитаю, там буквально пару писем. Вы поймете, о чем идет речь. Но факт остается фактом. Сегодня на территории России есть, вдумайтесь, несколько миллионов, миллионов наших с вами соотечественников, которые оказались на территории Российской Федерации не по своей воле. У них не было другого шанса выжить. Они были угнаны, реально угнаны в Российскую Федерацию. И там этим людям можно помочь. Можно помочь им вернуться в Украину. Чего они очень-очень хотят. Большинство очень-очень этого хочет. Кто им может помочь? Мы сейчас этого сделать не можем. Послушайте, я хочу вам прочитать. Я очень сокращаю. Очень. Пишу вам из Петербурга. Я четко осознаю. Мое государство убивает людей в Украине. От моего имени. И личную ответственность за то, что по власти и за войну им развязанную, отчетливо осознаю. Платила налоги, где-то промолчала, где-то не разобралась, где-то побоялась выйти на митинг и так далее. И нас таких миллионы. За эти три месяца я закончила лить слезы и по собственной беспомощи, и по национальной идентичности. Да что она стоит сегодня в самом деле? Зиговать с фашистами? Радоваться убийствам? Если это и есть Россия, то мне такое не нужно. Возвращают смысл жизни конкретные дела. Сразу скажу. Помогать Украине и украинцам даже на территории России можно и даже необходимо. Я вписалась в наше петербургское стихийное волонтерское движение. Возможно, вы о таких ячейках знаете. Почти в каждом городе есть подобная стихийная группа помощи. Даже на Дальнем Востоке. Да-да. Людей обманом затаскивают в самые дальние уголки страны. Где они оказываются в плохих условиях и не могут выбраться. Будьте осторожны. Если вы оказались в приграничных городах РФ, старайтесь выехать в Петербург или Москву. Вам помогут. Работают ячейки на базе чата в Телеграме. Сейчас только по Петербургу. Там почти 9 тысяч человек. Волонтеры, кураторы, координаторы. Конечно, сами беженцы. Тут людям помогают выехать со всех приграничных регионов России, координируя их путь, передавая от волонтера к волонтеру. В чатах организуются сборы на нужды и билеты. Неотложная помощь. Ищется ночлег. Вещи автомобилисты, которые везут людей в Эстонию и Финляндию. Такая децентрализованная, самоорганизованная система, где каждый делает свою работу. Что меня поражает? Любой сложности задачи расхватываются моментально. А ведь едут огромные семьи. Несколькими поколениями. С бабушками, дедушками, малышами, котами, собаками. Бывают и группы по 10 человек и более. Кто-то ранен. Есть отдельный чат неравнодушных врачей и клиник. Кому-то срочно нужны лекарства. Помощь получают все. И как же горько и стыдно от того, сколько этим людям пришлось пережить из-за России. Когда слушаешь рассказы про бомбежки, обстрелы машин, издевательства военных, фильтрационные лагеря. Это что вообще за фашистские практики? Унизительные досмотры на каждом шагу. И, кстати, их устраивают не только мужчинам. Орки издеваются и над женщинами. И мучительную дорогу буквально по вражеской земле. После этого больно слышать благодарность. Светлые люди, да это мы должны быть благодарны вам за то, что принимаете нашу помощь. Вы же отмываете нас от грязи. Вот у вас в одном из прошлых выпусков чиновники, кажется, винили украинцев за то, что они находятся в оккупации и не выезжают. А кто-то из соотечественников винит за то, что выезжают через Россию. Не мое дело, советуют вам. Но, пожалуйста, не надо так делать. Ненавидьте нас, но не обижайтесь своих. Я наслушалась историй. Людей фактически угоняют к нам, попросту не давая выехать на территорию подконтрольную Украине. Вот, к примеру, пенсионерка-инвалид из Херсона с мужем и детьми пыталась выехать в Запорожье пять дней. Пять дней в автомобиле, под обстрелами, в полях с непонятным ночлегом. Представляете? И безрезультатно. Кордоны солдат русских и так называемых ЛДНР. И каждый считает нужным просто издеваться над людьми. Не пропускают и все. Тут грабят из рюкзаков и сумок ценные вещи. Они вынуждены были уехать обратно в Херсон. Потом решили бежать через Крым. Сейчас они в безопасности в Грузии. И таких случаев масса. Истории, как под копирку. Поймите, людей не выпускают вооруженные люди. У них нет связи. Куда им бежать? А куда выпускают? Думаете, им это как-то приятно? По 30 кордонов с допросами и издевательствами. И еще про волонтеров. Наша самоорганизация раздражает власти. На пенсинских волонтеров уже давит полиция и ФСБ, угрожая уголовкой. Та же ситуация в Твери. С подозрением уже товарищи майоры прохаживаются на границе. Спрашивают связь волонтеров с конкретным человеком. Записывают номера машин. Поэтому чат сокрытый. Приходится быть очень осторожными. То есть, понимаете, они изгадили людям жизнь, а ты им помочь без санкций не смоги. Сволочи. Просто сволочи. Всем чатам мы радуемся, когда люди оказываются в Европе и в безопасности. Это счастье. Это возвращает смысл жизни. Надеемся, что все у них будет хорошо. Они будут живы и здоровы. А главное, они скоро смогут вернуться домой, в победившую Украину. Я ничего не могу сделать. Это неправда. Если вы против ужаса, закатывайте рукава, раскрывайте кошельки и помогайте. Помощь нужна очень и очень многим. Это наш гражданский долг. Позвольте мысленно обнять вас. Я желаю вашей стране великой победы. Весь мир на вашей стране и видит правду. Слава Украине. И мое большое, огромное спасибо всем этим людям, которые помогают нашим. Все те, кто говорят про отсутствие хороших русских и так далее, Помните еще раз, на территории Российской Федерации миллионы наших людей, которым нужна помощь. Одно. Меня радует очень сильно, что вот эти все люди, которые помогают, они не очень оглядываются на то, что говорят про хороших и плохих русских. Как мы уже много раз эту тему поднимали, люди, которые реально помогают, которые против войны, они помогают и сражаются против войны не для кого-то. Им не нужны благодарности. Они делают это для себя. Для себя. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем в России. Нет, по-видимому, никакого смысла выйти к мэрии с плакатиком, чтобы тебя повязали через пять минут. Есть смелость, есть возможность, есть здоровье, есть желание. Есть огромное количество людей, которым вы сегодня можете помочь. Пожалуйста, помогите. Лично я, например, буду вам безумно благодарен. Вы те хорошие русские, ради которых вообще стоит общаться. Надеяться на будущее. На то, что вообще понимать, что у России тоже есть будущее. Просто еще одно. Потому что подобных писем много. О том, что люди реально на территории Российской Федерации могут нашим помочь. Еще раз умоляю. Помогите. Цитата из телеграм-канала. Нам очень нужно помочь бабушке Варваре Яковлевне, которая может только лежать, доехать к сыну в Польше на специальной машине. Для этого нам понадобится 68 тысяч рублей. Путь из Белгорода в Польшу очень неблизкий. Но мы можем помочь Варваре Яковлевне проехать этот пульт без боли на каталке. Если вы хотите помочь, напишите, пожалуйста, мне, координатору. Спасибо. Благодаря вам мы можем делать то, что кажется невозможным. Это одно из сообщений. От одного из координаторов. Таких сообщений сотни ежедневно. Взрослые дети, семейные пары, коты, собаки. Кто поездом, кто на машине. Поток людей, сломанных надежды судеб. Я в предыдущем письме всем добрым людям желал, чтобы апокалипсис не наступил. Я ошибся. Он уже наступил. Просто до кого-то он еще не докатился, а кто-то уже более трех месяцев в нем живет. Прости меня, бабушка Варвара Яковлевна, за то, что могу тебе помочь немногим, чем смогу. Прошу тебя об одном. Доберись до своих в Польше. Пожалуйста, ведь столько людей надеется на это. Если кто-то из России еще не участвует в помощи беженцам из Украины, подключайтесь. Контакты выкладываем в телеграм-канале. Не бойтесь и не стесняйтесь, если не можете осилить финансовое участие. Часто людям нужны самые простые вещи или элементарная помощь. Встретить на вокзале, накормить, посадить на автобус до границы. Тьма сгущается. И в прямом смысле слова нужно торопиться, делать добро тем, кто в нем так нуждается. Еще раз лично от меня огромное спасибо всем, кто нашим помогает. Нашим просьба. Ребята, трымайтеся в Европу и ждать, дождаться, уцелеть. Уцелеть любой ценой. На этом фоне все больше и больше разговоров для людей о том разговорах. И даже вот петиция уже зарегистрирована о гражданстве. Вот, смотрите, ситуация. Семья. Живет в Украине, муж и жена вместе уже там 15 лет. У нее гражданство России. У него гражданство Украины. Для того, чтобы отказаться от гражданства России, она должна прийти в российское посольство, которое не работает, или консульство. Понимаете? Или выехать в Россию и там написать какое-то там заявление. И люди просят, чтобы можно было просто декларировать отказ от гражданства. Я вообще считаю, что таких людей, которые никак не могут решить эту проблему, огромное количество. И нам надо срочно идти им навстречу. Это наши люди. Они в браке с нашими людьми. Они годами живут в Украине. Они любят Украину. И мне кажется, что... Я просто хочу прочитать. Доктор, помогите, пожалуйста. На сайте президента появилась петиция о возможности отказа от гражданства стран-агрессоров России и Белоруссии на территории Украины. Так как родители и другие члены семей украинцев, много лет проживающие и работающие на территории Украины, осуждающие войну, но не успевшие отказаться от гражданства РФ сейчас не смогут технически это сделать. Консульство и РФ не работают в Украине. А в РФ для оформления отказа от гражданства выезжать опасно и могут не пустить назад. Оказались в безвыходной ситуации. Эту проблему и вы неоднократно озвучили в своих видео. Большая просьба опубликовать, а лучше озвучить данную новость. Для того, чтобы максимальное количество людей узнало и подписало эту петицию. Я сама одесситка. У меня двое детей. И другие родственники украинцы. Находилась на момент начала войны в процессе смены гражданства на украинское. В итоге сейчас вообще без каких-либо документов. Я вам честно скажу, вы, наверное, знаете, в Харькове есть огромный-огромный рынок Барабашова. Чуть ли не самый большой рынок Восточной Украины. На этот рынок приезжали до войны, до 13-го года. Это вообще было основное место, где послась там Россия, Курск, Брянск, Белгород. Они все были на этом рынке. Огромные автобусы с России приезжали, скупались и так далее. Сейчас, конечно, там от этого рынка, наверное, 4 пятых точно они сожгли, разбомбили. Туда столько прилетов было. 20% примерно места работают. Но вопрос не в этом. На этом рынке было много всегда там афганская диаспора. Там было вьетнамцев. Там много было и так далее. И я уже тогда знал о том, что у огромного количества этих людей есть украинское гражданство. Более того, мне уже тогда называли, рассказывали, через какие вообще сложности надо пройти, чтобы просто получить гражданство за бесплатно. Какая это была коррупционная кормушка. И я бы очень просил вообще депутатов, людей, волонтеров вообще разобраться, хотя бы после войны, с тем, как продается гражданство Украины. Я отдельный вопрос про тех граждан Украины, которые там наверху в СБУ оказываются предателями Родины. Мне интересно, как это отдельный вопрос. Мы еще будем об этом говорить. Как они вообще туда попали? Кто их туда рекомендовал? Кто подписал их назначение? На высшие государственные должности бандитов и мерзавцев? Тема оккупации. Просто прочитаю письма. Добрый день, доктор. Я живу в оккупированном городе Бердянск. И честно, мне хочется кричать и рыдать от всего того, что происходит с моим любимым городом. Повсюду красные тряпки. Так называемые флаги СССР. В магазинах только русский и крымский товар, который по качеству просто ужасен. А цены в 2-3 раза выше положенных. Цены пока в гривнах и рублях. Но боюсь, что это ненадолго. Связи мобильные нет. Жители поголовно скупают русские мобильные симки в обмен на паспортные данные. Огромные очереди за гуманитаркой и единоразовой помощью в размере 10 тысяч рублей. Все больше разговоров о том, что это все. Забудьте про Украину. Ее уже здесь не будет. А я пишу и плачу. Зачем? Неужели это зависть России? Ведь по всему видно, что у нас уровень жизни в разы выше. Я не хочу вести детей в русскую школу. Детей, которые сегодня играют на улице в войну. В войну Украины и России. Одно радует, что Украина у них всегда побеждает. Люди начинают привыкать и принимать изменения. Меняться сами под прессом пропаганды. Что касается переселенцев и беженцев с Мариуполя. Они показали свое истинное лицо. Поголовное большинство поддерживает Россию и с удовольствием идут на сотрудничество с оккупантами. Занимая места тех, кто по патриотическим соображениям оставляют свои рабочие места. Есть госучреждения, которые перестали получать финансирование полностью. И что потом? Их сотрудников будут считать предателями лишь потому, что начальство предало их и уехало. А новые назначенцы не платят, ссылаясь на финансирование со стороны Украины. Многие полностью уверены, что Украина их бросила. Без денег, с низким моральным духом, жители перестают верить во что-то хорошее. А я все плачу и как и вы готовы взять в руки оружие и стрелять. Просто убивать. За любимый город, за погибших детей, за разрушенные жизни, за поломанное будущее и за израденную Украину. Доктор, что нам делать? Как нам выжить и дождаться? И стоит ли ждать? Или это действительно все? Марина, 35 лет. И вот на этом фоне сейчас российские боты активно разгоняют тот сам месседж о том, вот про вот это все, шансов никаких, вы пожизненно в России, про Украину забудьте. И это я просто вижу сейчас по комментариям, по письмам ко мне, огромное количество, вот именно у ботов такое задание, чтобы у людей было отчаяние, чтобы они вообще перестали про Украину думать. Все, смиритесь, Россия пришла к вам навсегда. Видите, итальянцы, немцы, они уже смирились? А что же вы? Они же уже считают, что все. И на этом вот они. Доктор, а вот интересно, сможете ли вы прокомментировать то, что государство Украина перестает выплачивать пенсии и пособия своих гражданам на так называемых оккупированных территориях? Вроде как пенсии будут выплачиваться через Укрпочту, которая никак не сможет работать в условиях оккупации. Вот этот гениальный план, бандитское государство и так далее, и так далее. Смотрите, они это же конкретно разгоняют, а мы ведем контрпропаганду, мы пытаемся достучаться до наших. Я один из вариантов, который, вот я это средство массовой информации, которое слушают люди на оккупированных территориях, когда у них есть такая возможность. Что мне им ответить? Дайте мне, я прошу, государство Украина, дайте мне слова, лозунги, обещания, которые я могу туда направить. Не просто потерпите, все будет хорошо, а конкретно, что делать. Одно такое, вот я запись делаю, они распространят это сами, но люди должны знать, что делать. Момент. В прошлый раз я выступал по поводу каннабиса, по поводу закона, законопроекта о легализации препаратов каннабиса и так далее. В Украине, как вы понимаете, есть политические силы, которые за, есть политические силы, которые против. Когда твое положение, когда я посредине где-то, то неудивительно, что я увидел кучу публикаций в СМИ, комаровский за каннабис и комаровский против. И каждый пытается комаровского использовать в своих силах. Еще раз тем, кто не понял. Первое, что вы все должны знать, надо понимать разницу между марихуаной и медицинской марихуаной. Это абсолютно разные вещи. Медицинская марихуана, это особые сорта, особая обработка. Это лекарственные препараты. Я настаиваю на том, что Украине категорически нужна легализация медицинской марихуаны. Чтобы страна могла завозить, продавать, чтобы врачи могли бы выписывать рецепты на препараты на основе медицинского каннабиса. Что тут непонятного? Еще раз говорю, война, посттравматическое стрессовое расстройство, препараты медицинской марихуаны, один из самых эффективных для этой ситуации. Я уже не говорю про кучу других показаний. Поэтому я за то, чтобы лекарства были привезены в страну, чтобы любой врач мог выписать рецепт и чтобы пациент мог это пользоваться. Что тут непонятного? Это же вся шума, весь шум вокруг этого законопроекта вовсе не в том, это не забота о том, что пациенты могут получать такой препарат. Нет. Тут весь шум потому, что этот законопроект одновременно регулирует производство, понимаете, выращивание марихуаны, как ее культивировать, кто должен получить лицензии, как зарегистрировать этот вид деятельности и так далее. Вот в чем проблема. Вот такие вещи в стране с непобежденной коррупцией представляют опасность, с моей точки зрения. Поэтому я считаю, мое мнение, что на данном этапе я бы, да, во-первых, где протоколы по использованию препаратов каннабиса? Они готовы или нет? Их же уже давно можно было приготовить, правда? Вот перечень препаратов, вот показания, когда они будут использоваться, вот врачи назначайте. Это первый этап. Потом, когда за пару лет мы будем понимать потребности в этих препаратах, врачи будут уметь с ними работать, и тогда все станет понятно. И тогда уже мы победим, надеюсь, коррупцию, конечно, и тогда уже придет время и выращивать, и производить препараты самим, а не закупать. И нам говорят, препараты очень дорогие, очень дорогие, поэтому будем выращивать и делать сами. Классная логика. Многое, что очень дорогое, но мы сами это не делаем. Почему решили начать именно с каннабиса, непонятно. Еще одна тема достала меня, конечно, это очень, это меня и до войны доставало, но сейчас опять это активизировалось. Опять на каждом углу Комаровский реклама, якобы от моего имени, какой-то муть от похудения, лекарства от гипертонической болезни. Суки, как же я вас ненавижу, шарлатаны проклятые. Будьте вы прокляты, понимаете? Или наивные люди слушают этот бред. У них не хватает ума зайти просто на сайт Комаровского. У меня в Ютубе уже плейлист целый. Пять программ я записал про этих шарлатанов, про все остальное. Они, более того, они там, я продавал там от их имени препараты от грибков ногтей. Целую программу уже вынужден был записать про грибок ногтей. Я продавал кучу лекарств от варикоза. Написал вам программу про варикоз, только смотрите, как на самом деле. Нифига. Киберполиция, она до войны этим не занималась. Это им нахрен неинтересно было. Хотя я лично разговаривал с замминистра, который мне рассказывал, да, мы решим и все такое. Ну и сейчас во время войны понятно, что им не до того, что людей продолжают травить препаратами. Понимаете? Дальше. Еще одно. Заводят телеграм-канал, уже завели левые доктора Комаровска. Там доктор Комаровский и так далее. Заходишь, там вообще нет доктора Комаровска, а фигня какая-то и так далее. Ну, обнаружили этот канал. Хоть пожалуйтесь, блин. Еще. Из-за этих всех страстей потерялся я 10 июня. Мы встречались, и я вообще это вылетело из головы, и меня куча народу за это осудила. Всемирный день мороженого был 10 июня. Оказывается, 10 июня 1786 года впервые как бы в этот день начали массово продавать в Америке мороженое. В 1786 году. У нас еще крепостное право было. Они уже мороженое продавали за батью. День мороженого. Это классно. Мне приятно видеть и читать хорошие отзывы о мороженом с моей мордой. Мне нравится. Мне тоже оно очень нравится. И внуки, главное, его хвалят. Для меня это что? Они беспристрастны. Письмо. Здравствуйте, доктор. У меня тоже есть две замечательные любительницы мороженого. Девочке 87 и 85 лет. Моя мама и соседка. К сожалению, в силу возраста и проблем с ногами, обе ходят с палочками. Бегать и прыгать не могут, но от мороженого получают полный кайф в любое время года. Частенько балую их любимым лакомством. Это и правда лучшее лекарство от всего. Вот это я поддерживаю. Мороженое лучшее лекарство от всего. Закончить хочу поэзией. Интересная поэзия. Сам не знал. Когда-то это стихотворение мимо меня прошло. Но мне подсказали. Наверили мысли об этом стихотворении. Видео. Я выкладывал видео, как ребята, выпускники в Харькове, танцуют вальс на фоне своей разрушенной школы. Вообще сейчас в Харькове много. Я уже видел таких трогательных фотосессий. Девочки в выпускных платьях. На развалинах собственных школ. И оказывается, есть такое стихотворение Маршака. Оно было опубликовано впервые в учительской газете в 1942 году. Называется стихотворение «Не и ни». Я прочитаю. Оно небольшое, но очень. В нашей школе деревенской шел урок. Проходили мы частицы «Не и ни». А в селе стояли фрицы в эти дни. Обобрали наши школы и дома. Наша школа стала голой, как тюрьма. Из ворот избы соседской угловой К нам в окно глядел фашистский часовой. И сказал учитель «Фразу дайте мне, Чтобы в ней встречались сразу «Не» и «Не». Мы взглянули на солдата у ворот и сказали «От расплаты ни один фашист проклятый не уйдет». Слава Украине. Скоро встретимся.